Меня зовут Роман Косерёв, я шоу-повар ресторана «Гуз-Гуз» в Санкт-Петербург, компания «Интельгрупп». Это моя жена. Меня зовут Жанна. И совместительство она мой шеф-кондитер. Мы работаем вместе уже очень давно, и сейчас Жанна также отвечает за хлеб в «Интельгрупп» и за десерты ресторанов «Гуз-Гуз» и «Хич». Мы находимся в самоизоляции дома. Собственно, сидим дома, готовим. Каждый день. Каждый день. Что-то новое. Обычно времени на готовку совершенно не остаётся. Но в связи с текущей ситуацией мы готовим дома и, собственно, делимся советами, секретами. Я также веду прямые эфиры три раза в неделю со своими друзьями-шеф-поварами из индустрии. Среда, пятница, воскресенье в 19.00. Так что подписывайтесь на мою страничку, если хотите больше контента, рецептов. Штору я также хорошо готовлю, как ты спрашиваешь. Жанна готовит отлично. На самом деле я не люблю готовить всё, что связано с рыбой и мясом. Так получилось. Поэтому, наверное, и сложилась моя карьера, что я чисто сразу на кондитера пошла учиться. Потому что это мне близко. Всё, что сладкое, я всегда любила. Да. Ну, собственно, мы дополняем друг друга. Во всех проектах, в которых мы работали, я отвечаю за солёное, за всю еду. Жанн отвечает за десерты. И с... Ну, недавних пор, да, мне давно хотелось заняться хлебом. Это было моё обучение в Париже в Леконномлю. Если знаете, это французская школа, очень известная. Филиалы есть и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Австралии. Вот, и там, конечно, было тоже много курсов, связанных хлебом, но не так, наверное, глубоко на тот момент, как мне хотелось. Поэтому вот уже, наверное, год, как я стала этим заниматься, стараясь совершенствовать свои навыки. Да. И мы оба, кстати, закончили рекордную блю и жили в Париже. И, собственно, по этим пати мы сегодня готовим с вами обед. Обед будет стоять из прованского сала Тенисуаза. Тенисуаза – это мой любимый салат. Мы приготовим его так, чтобы это можно было повторить дома, разумеется. Но мы не будем сокращать ингредиенты, сделаем, как я делаю себя в ресторане. А Жанна приготовит простой, но вкусный. Вкусный очень. Да, ну, шоколадный мусс. Главное, мне кажется, это просто взять хорошего качества шоколад, и тогда все получится, потому что ничего сложного нету. Готовится очень быстро. Просто пару часов в холодильнике, и получается превосходный, легкий десерт. Легкий, но при этом очень шоколадный. Так, ну давайте начнем. Мы сегодня находимся в инстаграме компании Метро. Собственно, Метро привезли нам вчера продукты для наших рецептов. Привезли это самым безопасным способом, без контакта. Просто поставили перед дверью все, что мы напросали. Те продукты, которые нам нужны. Привет из Метро Уфа. Уфа, привет. Это наш родной город, кстати. Вот. Но мы сейчас живем и работаем в Питере, ребят. Так, поехали. Вот продукты, которые мы сегодня будем использовать. Напоминаю, привезли нам из Метро вчера. Яйца, стручковая фасоль, оливки, каперсы, оливковое масло, лук, салаты, картофель, томаты. Это все, что нам понадобится на Несуас. И здесь продукты, которые понадобятся нам на шоколадный мусс. Это шоколад, какао, сахар, яйца, масло. Какао будем посыпать. Да, да. Да, и очень классная, свежая, просто очень вкусная мадина. На самом деле, сейчас очень трудно как-то достать. Но мадина отлично. Я передаю камеру своей честной жене, которая будет снимать все, что мы делаем. Наш, да, помощник, который ждет, что ему вкусненькое перепадет. Скажи, да? Тунца мне, пожалуйста, только свежайшего. Я начну, ребят, с картофеля на Несуас. Сейчас мы просто помоем картофель и поставим его вариться. Я просил baby картофель, но, видите, он разного размера. Поэтому старайтесь убирать тот размер, который менее одинаковый, чтобы картофель приготовился равномерно. Нам много не нужно на Несуас. Мы возьмем где-то картофель, наверное, четыре. Мы будем готовить на одну-две порции? Будем готовить на, я думаю, на четыре порции. На шоколадный мусс мы сделаем на две порции, потому что две порции мы уже приготовили вчера. Да, мы сделали заранее, потому что мы нужно поставить в холодильнике не меньше трех часов. Но мы хотим показать результат, поэтому... Да, но весь процесс, естественно, мы сделаем сначала до конца. Так что не бойтесь задавать вопросы, Жанна все читает. Будет задавать мне, я буду отвечать. И то же самое касается шоколадного мусса. Да, я все читаю. И, кстати, первый вопрос. Чем точите ножи, как? Точу ножи, на самом деле, у мастера. У нас в городе есть отличный магазин, который продает бренд Касуми. У них есть заточки ножей, такая программа. Они отлично затачивают ножи, собственно, я вожу туда, когда они тупятся. Но также, что для поддержания, я использую муссат, либо точильный камень. Так что... Что тоже очень хорошо. Да. Ну, на самом деле, у меня есть камни, иногда это точу ножи, но это более такой вариант. Он занимает долгое количество времени, собственно, поэтому ради экономии просто раз в 2-3 месяца отвожу все ножи. Собственно, картофель ставлю вариться. Обязательно хорошо солите воду, ребят. С картофелем. И все, оставляем его вариться. Так, далее. Уже включил? Да. Далее, пока готовится картофель. Да. Мы подготавливаем все остальные овощи. Что тебе дать? Редиску? Я поставлю на высокий огонь. Без пальцев. Так, готовлю все продукты на инсуаз. Нужен редис, томаты, лук, томаты, чири, красный лук. Что еще понадобится для заправки, пока оставим здесь. Оливки, каперсы. Оливки, каперсы. 20-25. Пока за это время подготовим все продукты на салат. Возьмем сразу большую миску. Туда будем складывать все заготовки, которые делаем. И в конце просто смешаем. И все. Параллельно с этим поставлю вариться яйца. Да, метро доставляет доставку. Мы, кстати, до карантина очень часто заказывали. Это удобно, потому что можно выбрать все, что хочешь. Мы делаем это через iGoods. А, да, через iGoods. Это сервис, который находится в метро. Да. Они, собственно, доставляют. Я поставлю воду под яйцем. Показать ближе продукты просто. Да, да. Что у нас здесь? Оливки. Такие очень большие, гигантские называются оливки. Да, потом вену остаемся. Помидор черри. Каперсы. Лук. Горчица. Это на заправку. Травы тоже на заправку. Масло. И это уже... Так, а мед на заправку, да? Да. И то нет, собственно. По большей части продукты привезли в компании Метро. Это серия Метро Шеф или Ару. В общем, продукция вполне хорошая. Особенно... Фишка в том, что у них есть большие упаковки всего. Вот. И идеально для самоизоляции можно закупиться в большом количестве. Но ведь не уходить из дома долгое время. Я помою редис, томаты, это понадобится на салат. Да, так, тут у нас варится картофель. Жанна во время, пока мы с ним дома, она делает потрясающий хлеб. Вы можете посмотреть у меня на странице. Каждый день мы делаем цельнозерновый хлеб на закваске. Обычно это делаем каждый день в ресторане. Но поскольку ресторан сейчас не работает, мы забрали закваску домой. И поддерживаем ее при жизни, как и полагается. Суть закваска – это живой организм, который нужно постоянно кормить, дополнять. Мукой, как ребенка, заботиться с нами, чтобы она жила. И на этой закваске мы делаем хлеб ежедневно. Рецептом поделимся в профиле буквально на этой неделе. Сделаем такой же рецепт. Готовить в домашних условиях тяжело. Вот именно такой вот крест. Ну, тут, я бы сказала, рецепт, конечно, можно. Но тут все дело в технике. Нужно смотреть и чувствовать какие-то моменты, как ты это делаешь. Конечно, в принципе, любой в состоянии прочесть и сделать. Но не думаю, что с первого раза что-то получится. Ну, опять же, упорство, упорство. Ну, да, да. Если интересно, то все получится. Спрашивают, как долго вы учились, с какого возраста работаете шеф-поваром? Я работаю шеф-поваром с 22 лет. Подожди, мы переехали 3 года назад в Питер. С 22-х, да, с 22-х. Но готовить я начал в 15 лет. Мне очень повезло. В моей семье, у меня есть брат и сестра, мы были большая семья. И в детстве родители были очень заняты. И, собственно, у нас была няня и домоработница. Ее звали тетя Рима, и она по образованию была поваром. И она готовила безумно вкусные вещи. И я, собственно, рос на том, что она готовит. И поскольку она имела профессиональное образование, у ней были... Конечно, она готовила очень вкусно. И у нее была хорошая техника. И она привила любовь к готовке, и, собственно, и мне. И когда дошло дело выбирать, куда пойти учиться, я, задумываясь, выбрал ресторан. И вся семья меня в этом придержала. И в 18 лет я переехал во Францию и учился там. А готовил с 15 лет сначала дома, потом ездил на стыжевке в ресторан в Москву. Так, сейчас быстренько я покажу. Так, тунец у нас, собственно, в масле и без масла. Без масла должен быть, да? Правильно? Да, в собственном соку или что-то такое. Собственно, да, в соку. А, в маринаде. То есть разобранный и маринаде. Да. Какой соус к стейку? Это заправка, да, будет потом уже? Да, это будет простой классический винегрет с французскими специями. Травами, простите. Вот. Редис. Я просто режу полу-культусами. Хорошо, можно делать с кольтусами прямо на мандолине. Но мандолина у меня осталась в ресторане. Ну, в ресторане у нас же не с стейком с тунца, правильно же, да, делается? Да, мы делаем с свежим тунцом. Обжарим его а-ля Татаки, чтобы в середине оставался сыр. И добавляем в салат. Да, просто сейчас мы делаем версию такую, чтобы можно было... Приготовить добро. Да. В принципе, это будет вкусный салат, который имеет хорошую пищевую ценность, так скажем. Идеально для обеда, для ужина. Он такой сытный, довольно-таки... Все, редис, да-бан. Вот так. Хорошо. Думаю, это хватит. Мы готовим на 4 порции соль. Какие у нас блюда пользуются? Большой популярностью в ресторане. Ресторан Гус-Гус. Это ресторан авторской терраски кухни. В основе мы готовим, конечно, классику. Но с таким авторским твистом моим я добавляю в рецепты свой опыт. Я работал во многих странах, собственно, у нас немножко разбавлено таким фьюжном. Вот. Ну, конечно же, как и всех отельянских ресторанах пользуются популярностью простые блюда. Паста, да. У нас есть римская пицца. Наверное, топ-селлеры – это какой-нибудь, конечно, карбонар. У нас 5 на 4 сыра. 1 из продаваемых. Естественно, это пинцы, потому что у нас невероятнейшее тесто, которое ребята долго прорабатывали, но добились такого шикарного результата, что оно хрустящее, воздушное. Салат, конечно, не суаз, да. Считаю, что... Ну, и из десертов – это наш меренговый рулет с малиной и фисташкой. Мы все мороженое делаем сами. Все натуральное. Кто ты закончил? Я закончил две кулинарные школы во Франции. Первая – это Le Corneau Blue. А вторая – это школа Алена Дюкассо. Многие знают из профессиональной сферы точно. Алена Дюкассо – это шеф-повар с самым небольшим количеством звездных членов. У него есть школа под Парижем, где проводят повышение квалификации для шеф-поваров. И это безумно крутой опыт, потому что за шесть месяцев ты имеешь три месяца практики в ресторанах Алена Дюкассо. И три месяца – это интенсивное обучение с бывшими его шеф-поварами. Практически с утра до вечера ребята готовят, потом сами же пробуют все это в школе. Группы небольшие, поэтому имеется возможность напрямую шефу все делать, спрашивать. Но это школа, насколько я помню, куда ты сразу не можешь попасть. Либо ты заканчиваешь какую-то школу до этого с базы, либо у тебя уже есть какая-то профессия, образование, и тогда вот ты можешь поступить туда. Банк открытся. Попробуем так вот. Обязательно ли повару иметь профессиональное образование? Нет, я знаю много примеров успешных шеф-поваров, которые не имели такого образования специального, но у них был обязательно хороший опыт, да? Сейчас пробуем. То есть... Они очень много работали на самом деле. Да-да. И, как правило, на самом деле, мне кажется, все французские шеф-повара, они начинают... Ну, многие, не все, начинают там лет с 15 работать в рестораны, в кафе, где только можно. То есть уже к 30 годам у них такой невероятный опыт, а работают они очень много. Ну, ребят, очень важно, если вы хотите довольно-таки быстро вырастить в профессии, и нужно работать с лучшими. И многие шеф-повара, которые делают хорошую карьеру довольно-таки быстро, упорно работают в лучших ресторанах всего города или, ну, конечно, за рубежом. Вот. Поэтому учить все лучше. Так, ребят, каперсы. А чем-то можно заменить редис, если его вот... Нет, можно без редиса. Без проблем вообще. Можно без редиса, это просто для полноты. Вообще, салат Нью-Суаз, это такой салат, в котором основные ингредиенты, наверное, это оливки, каперсы, томаты, картофель и тунец, да? Есть множество-множство... И салат. И есть множество-множство вариаций салата, но и плюс-минус там ингредиенты, 3-4 ингредиенты, они отличаются. Вот. Но я делюсь рецептом, который мне нравится, который вот мы... Который мы ели, когда были в Ницце. Вот. Там делают, конечно, с свежим кунцом, но и в много ресторанов делают сконсервированные, на самом деле. Так. Я добавлю каперсы туда же. Не буду рубить. Вот, они и так маленькие. Сейчас порежу, наверное, рецепт. Рецепт готова. Да, да. Каперсы для рецепт дают такую кислотность и сладость. Цепт. Так, точнее, не сладость, а левом сыр. Вот. Так. А левки с косточкой. Мы срезаем просто края, наставляем сертифин. В принципе, возможности без косточки, или если у вас есть какой-то... такой удалитель косточек с культивом. Сложно ли попасть в такую школу на обучение? Я думаю, что и нет, и да. Да. Ну, так, несколько фактов. В левом случае нужно написать мотивационное письмо, и они должны его прочитать и принять к тебе. Так же ты прикладываешь свое резюме опыт. Это про Лендюкасса? Ну, и про Лендюкасса, или про Ликордом Блю. Ну, Ликордом Блю там... Конечно, с приемом в Ликордом Блю полегче, вот, потому что там все-таки более для начинающих. В школе Лендюкасса повышение квалификации, там нужно, чтобы у тебя было 3 года опыта, и режимы, и мотивационное письмо. Ну, и школа не дешевая. Ну, и помимо этого, да, школа не дешевая, особенность в текущей ситуации, да, обучение стоит около 20 тысяч евро, собственно, но это стоит того, на самом деле. Стоит того, ингредиенты, с которыми вы там поработаете, топ-качество. Люди, с которыми познакомитесь тоже со всего мира, которые потом помогут там на стажировке, куда-то попасть за границу. И, в общем, в плане нетворкинга, в плане знаний, в плане работы с продуктами, это, ну, в сжатый короткий срок, это идеально. Так что, ребят, если есть возможность, и вы начинаете, да, только в этой сфере, я вам очень советую туда пойти в такую школу, попасть. Но если нет возможности, можете поработать, попасть в стажировку к местному шефу, который учился, у которого есть этот опыт знаний. Вот. Смотрите, ребят, у меня скидывала вода. Так, ребят, закидываю вариться яйца. Просит поделиться рецептом римской пиццы или пинцы, но я думаю, проблем нет, просто у нас... Рецепт самый тяжелый. Это... И техника, и техника. Как это? Во-первых, все это на работе сейчас, все наши записи, а во-вторых, там самое тяжелое было, это техника, да. Давай засечем 6 минут, можешь на телефон засечить. Да, сейчас. Ребят, варим яйца, нанесу вас, закидываем в кипящую воду, варим ровно 6 минут и сразу растужаем, чтобы белок сводился, а желток остался таким сыром, текучим. Какие ты любишь рестораны посещать в Санкт-Петербурге? В Питере я очень люблю ателье «Росбар» своего друга Ильи Бурнасова, находится на Петроградске. И, кстати, они запустили недавно онлайн-бар. Так что в пятницу в субботу, по-моему, можно заказать биду в ателье «Табосбар» и получится приглашение в комнату бара, где вы можете там построить такой онлайн-бар. Мне очень нравится перч, арсланы, мне нравится гилс. Кстати, все ребят сейчас делают на доставку. Очень вкусные ровы суши. Ага, одни из лучших. Вот, я думаю, что мы просто порежем вот оливочки по полам, так вот. Оставим их крупно, но оставим. Вот. А, куда мы еще ходим, Жан, с тобой? Нравится пианера на фотографии тоже. Жиром, пробка. Нам нравится сабзиры, и, в принципе, что для нас удобно. Да, у нас напротив дома. Потом... Также у нас хищ напротив находится. Да, отлично, бургеры, ребят. Бургеры, обожают завтраки там. Что еще? На вина, да. Ну, вина, да, очень приятная атмосфера всегда. Ребята. Так. Обучение Le Cordon Bleu проходит на французском языке, но с переводом на английском. То есть там всегда демо перед практикой, где все ученики собираются. Рисико. У меня томаты, лук, редис, каперсы, оливки. Я добавлю туда же микс салат. То есть для Валензи Касса на английском было? Да, на английском. А, да, там шефы на английском говорят. У меня от Белой Дачи Тоскана. Здесь микс салатов фрисейра, дикио. В общем, все помыто, нарезано. На 4 порции добавлю. Половина салатная. Работаем мы в ресторане Гус-Гус, которое находится на Большой Конюшине. 27. Да, Большая Конюшина 27. Недавно, вот в феврале, была большая реновация. То есть те, кто не были, приходите. После карантина у нас очень-очень красиво стало. И, конечно, так же вкусно и осталось. Да. Ресторан Гус-Гус, на самом деле, 5 лет. И за 5 лет это такая вот первая очень глобальная реновация. Мы полностью обновили интерьер. Конечно, меню, формат. В общем, скорее стала открытая кухня на втором этаже. Так что можете видеть за тем, что готовят повара. И, собственно, некоторые повара и выносят блюда, и рассказывают про него. Что посоветуешь, как научиться самостоятельно так резать редис, лук и так далее? Блин, как я учился. Как ты учился? Да, 10 лет назад, да. Я помню, кстати, в каком-то журнале Мэнс Калс. Мне когда я 14 был, я хотел научиться резать. Там было какие-то заметки шеф-повара, как научиться резать. И я просто исследую инструкции по этому журнале. Начал стараться. Конечно, ничего не получалось. Но я приказывал, что старался резать лук, чеснок, редис. Все, что попадалось под руку. Да, просто ты готовил каждый день. В конце начало получаться. Конечно же, это будет сначала. Я уже даже не представляю, как это не уметь резать, в принципе. Но с каждым разом будет получаться все лучше. Есть куча-куча материалов в интернете. Особенно очень хорошие подборки на еда.руб вам и есть. Зайдите, посмотрите. Там даже сделают техники. В школе, кстати, на первом курсе, на кюзин, у них очень много времени уделялось. Нарезки. Как раз таки нарезки всем, бульоном. Да, это база. Систаймер на яйца. Так, все, под холодную воду сразу же прям. Часто ли вы готовите для себя дома? Когда работаем, не так часто. Только максимум завтрак. Но сейчас, в условиях самоизоляции, практически каждый день. Конечно, один раз в день. Один раз мы что-то там покупаем, заказываем. Не каждый день, но бывает 3-4 раза в неделю точно. Ну да, мы стараемся поддерживать. Поддерживать людей, которые работают, работают на доставку. И это важно, если есть возможность, поддерживайте локальные бизнесы, которые сейчас организовали доставку. И будет точно приятно. И благодаря этому они могут выплатить зарплату. Конечно, они с этих денег платят людям зарплату. Сейчас очень тяжело с этим. Да, это важно. У Italy Group, у Italy ресторанов есть доставка Italy. Ресторан, вы знаете, что есть много ресторанов в Italy в городе. Есть итальянец, есть хитч. У всех ресторанов есть доставка. И очень, очень качественная еда. Очень вкусная еда. У них есть опции как готового блюда, так и привезут к вам по приказке. И вы сами приготовите пасту дома. Поэтому обратите внимание. Пока у меня варится картофель, салат. Давайте пока уберу в холодильник. Я сделаю заправочку. Почему, спрашивают, яйца в горячей воде, а не в холодной? Что это дает? Что это дает? Во-первых, желток останется по центру, когда будет варить яйца. То есть яйцо впадает в такое шоковое состояние, да, и сразу блюдо схватывается, и желток встает ровно в центре. В общем, и чтобы желток был таким скучным в центре, да, жидким в центре, нужно варить ровно 6 минут в кипящей воде. То есть если у них кипящий, то это время будет некорректно немножко. Вот, чтобы он оставался в таком жидком центре ровно 6 минут в кипящей воде. Так, а как выбрать тунец в банке? Я так понимаю, какой фирмы, качество? Так, я не эксперт в этом на самом деле, ребят. Так, я покупаю тунец более-менее в среднем ценовом сегменте. Тунец, который постарей из метра, он хорош, вот, так что безопасно может заказываться этот тунец. Но вот Новоокеан тоже нормально. Мы просто стараемся брать собственную соку без масла. Нет, без масла тоже... Нет, ну это на любителя, просто мне нравится без масла. Переходим к заправке. Заправка, да. Для заправки нам понадобится горчица, компанемент. Мы смешаем горчицу такую, обычно, пюрешками в столовой. И горчицу зернистую. Так, пока отвечу на вопрос. Я училась тоже во Франции, в Париже, в Le Cordon Bleu, но на отделении кондитерском. То есть годовая программа, где получаешь диплом. Вся годовая программа состоит из трех уровней, которые можно закончить по отдельности, если есть такое желание или возможность. Потому что учатся люди разных возрастов, от 18, мне кажется, выше 60. Тех, кто любит готовить, те, кто работают. И не у каждого человека есть возможность сделать это сразу, либо настолько задержаться надолго в одном месте. А вот каждый курс, он состоит из... Три месяца длится. То есть можно приехать на три месяца один раз и через любой продолжительный какой-то период, когда удобно, на второй курс, на третий, вернуться и закончить. Так, ребята, давайте быстренько к заправке вернемся. Заправка. У меня здесь два вида горчицы. Одна зернистая, одна обычная столовая. Где-то по 10 грамм. Сейчас я добавлю к ним чуть меда, чтобы сбалансировать кислотные заправки. Но перед этим добавлю лимонный сок. Горчица у нас медовая или какая? Столовая. Это прислали. Но обычную, хорошо дижонскую, на самом деле. Дижонскую это самое любимое, самое лучшее из дижона. Горчица. Вот, чуть-чуть сбалансируем медом. Можете добавить сахар, вот, чуть-чуть буквально. Чтобы сбалансировать кислоту и... Так, что у нас еще есть? У нас есть французские специи, французские травы. Прямо туда, да? Хорошо, кстати, прованские травы. В прованских трав не было, поэтому... Ребят, французские специи. Немножек соли. И аллерговое масло. Экстра вержин. Где-то 100... 100 грамм, да, 120. Все, венчиком взбиваю. Добавляем чуть-чуть водички, ребят, чтобы заправка не была такой жирной. Ой, точнее, густой. Густой, да. Смешали заправку. Здесь горчица, мед, травы, соль, оливковое масло. Попробуем сейчас на вкус. Идеально. Идеально. Очень хорошо получилось. Чем прованские травы отличаются от французских? Кстати, хороший вопрос. В прованские травы, там точно идет розмарин, точно идет тимьян, там идет шалфей, по-моему, эстрагон. А во французских трав идет, здесь вот розмарин, тимьян, паприка, петрушка, гуркума, почему-то пожитник. Все бренды разные, на самом деле, делают. Вот здесь я бы не сказал, что это чистые французские травы, здесь пожитник, петрушка. Но точно есть чабер, эстрагон, розмарин, тимьян и петрушка. Вот. Так, ребят, поехали. Что, посмотрим картофель? Он почти готов. Да, пока картофель доготовится. Что нам осталось? Картофель? Картофель нужно будет обжарить с фасолью, анчоусами. Добавить тунца, заправку и перемещать салат. И выложить. В принципе, все. Давай, пока ты перейдешь к шоколадному усу, чищу яйца буквально. И все. И Жанна будет делать свой шоколадный ус. Так что... Когда чистить яйца, ребят, очень будете дирекватными, да, потому что желток внутри жидкий и салатый круп. Ребят, я с вами. Я с вами. Сейчас будет Жанна делать шоколадный ус, а я наблюдать за ней, за всеми процессами, которые она будет делать. Сейчас к тебе вопрос. Какое у вас любимое блюдо из того, что готовит Роман? Я люблю карбонару. Это было, по-моему, кстати, первое блюдо, которое ты приготовил. Ну, конечно, оно далеко отличалось от той, которая должна была быть. Но все равно это было вкусно. Но сейчас, естественно. Что? Паста? Паста. Паста с танцом. Птанеско. Да. Ладно. Ризотто. Да. Уже ризотто. Да. Мы не часто готовим дома. Но ризотто все-таки требует. Требует времени и подготовки. Нужно сделать бульон, нужно купить вино. Нарезать шалот, все дела. Сейчас Жанна делает шоколадный мус. Для этого она топит шоколад и сливочное масло на водяной бане. И мы делаем на две порции. На две порции. Поэтому количество не такое большое. Немножку бы. Делаем на две порции. Здесь темный шоколад, 70% и масло. Сливочное масло. Пока я разделю, нам нужно два яйца. Два желтка и два белка, да? Да. Собственно, два яйца, которые я сейчас разделю. Так. Хорошо. Давайте для удобства я тоже что-то поделаю. Пока поставлю телефончик на подставочку. И доделаю некоторые моменты. Сейчас. Так, вот слышно всегда? Так. Хорошо. Так. Жанна деляет белки от желтков. И в ней топится шоколад. У меня еще сваривается картофель на несуаз. Супер. Отлично. И мы, в принципе, будем готовы собирать несуаз. Уже совсем скоро. Как раз в это время Жанна доделает мусс. Ты пока рассказываешь, что делаешь? Я... То есть мы, на самом деле, ждем, пока топится шоколад с маслом. Сейчас, секунду. Давайте полотенце там. Потом мы должны добавить туда желтки с сахаром взбитые. Но надо подождать, чтобы эта смесь остыла, не была горячая. Покажи, подключи. Ага. Чтобы они сварились. Да, ребят, очень важна температура, чтобы при добавлении шоколада в желтки просто не сварилась. Нету миксера, который должен быть, поэтому я буду делать обычный ручки. Ну нет, это тоже подойдет, ребят. Конечно подойдет. Нам надо взбить желтки с сахаром в такую пышную массу. Чтобы она увеличилась несколько раз. Поэтому я буду взбивать, наверное, ну минуты три. Давай взбивай. А я пока... Сейчас. А я пока солью воду из картофеля. У меня готов картофель. Сейчас я его нарежу. И будем обжаривать на несуас. Картошка, baby, да? Напоминаем, ребят, готовим салат несуас. Сейчас у меня идет последний этап приготовления. Мы обжариваем, будем обжаривать картофель по стольке с анчоусами. И немножко чеснока. Я остановлюсь. Да. Я покажу, как Жанна сбила. Здесь еще. Давайте. Вот Жанна сбила желтки с... Я еще не досбила. Надо, чтобы тушнее было. Да, да. Ну ничего страшного. Вот. Пока поставлю вас сюда. Я вот растопила почти шоколад с маслом. Что очень важно, когда только шоколад, на самом деле, не надо заводить до кипения. Обычно это градусов до 45-50 греет, потому что в шоколаде у нас также содержится сахар, который при повышении температуры начинает гореть. Нам этого не нужно. Да. Так что очень деликатно. А можно сделать и в микроволновке растопить? Да, конечно. Можно в микроволновке растопить. Вот. Как просто более деликатно получается. Я растопила, но масса горячая. Да. Поэтому я ищу, наверное, чтобы побыстрее остужу на льду. Но у нас льда нет. На холодной воде. Это привычка. Да, у нас здесь не персональная кухня. Вот. Поэтому в шокере не будем охлаждать. Будем охлаждать просто на холодной воде. Я грею сковородку для финального этапа для приготовления салата не с УАЗ. Вот. Но сейчас на самом деле остынет даже так, а я досбью. Хорошо. А я пока закончу, что я не с УАЗ. У нас попросили сегодня сделать основное блюдо и десерт. Поставь сюда. Но когда мы жадно и мечтаем готовить вместе на кухне, мне кажется, становится какой-то... Чтобы это атомный сыр прошел. Да нет, у нас очень маленькая кухня на самом деле. Это одна из причин, почему мы не так часто готовим. Нет, мы готовим очень простое, да? Чтобы не создавать бардак. Но сегодня для вас метро, ребят. Для дорогих метров. Мы готовим и десерт, и блюдо. Будет ли Жанна проводить свои эфиры с приготовлением десертов? Ну, будешь ли Жанна? Ну, если есть желающие. Если есть желающие, ребят, конечно, Жанна сделает. Обычно я готовлю что-то посложнее. Да, но обычно Жанне, на самом деле, готовят какие-то более сложные вещи. Потому, ну, опять же, чтобы сделать что-то, домой нужно купить много ингредиентов для приготовления одного блюда. И это, так же скажем, недешево. Да, поэтому, ну, смотря для кого. Больше для профессионалов, да. Да. Ты любишь. Нет, ну все, ну хорошо. Ладно. Ребятки, и несуаз. Ну, в принципе, можно сделать так же, вообще, без проблем, меренговый рулет, как у нас в ресторане. Мороженое взять покупное, ничего страшного, но рулет очень даже... Ну, посмотрим, ребят. Сушить все желающие есть. У меня заготовка на несуаз. Здесь разные овощи. Каперсы, лук, овитки, микс-салат, томаты. Манчоусы мне будут нужны для обжарки картофеля. Будем обжарить картофель с нанчоусами и будем обжарить фасоль, ребят. Фасоль в идеале, конечно, хорошо взять свежую, но поскольку сейчас проблема с импортом, да. Поэтому мы взяли вот такую замороженную фасоль стручковую, резаную замороженную. Предварительно мы ее разморозили и сейчас будем обжаривать ее с картофелем. Нарядный несуаз. Ну, я думаю, что несуаз как раз должен быть нарядный. Там должно быть масса таких ярких овощей, много вкусов. И сладкий, и соленый, и кислый, и пряный. В общем, А часть этого этого это мой любимый салат. Он очень такой яркий, очень питательный. Взять немножко еще чесночка и обжарить картофель с такой манчоусами и будет вкусно. План. Так. Как тебе делаешь? Нормально, я почти сейчас все. У меня осталось бить белки с сахаром. Жанна на шкаловом мозге. Он сейчас будет взбивать белки. Я доделал несуаз и покажу вам, что делает Жанна. Тут мне нужно белки. Когда готовите несуаз дома, не обязательно придерживаться строго моего рецепта. Если у вас есть чуть меньше индиентов, допустим, нету... Сейчас, пожди. Нету, допустим, редиса там или красного лука или чего-то еще. Это не страшно, ребят. Но главное, я думаю, что несуазе это тунец, картофель, томаты и какие-то оливки или каперсы. Конечно, салат. Замороженную фасоль можно докинуть сразу на сковороду, но... Тогда она выделит много влаги и картофель не получится так хорошо закармизировать. Я подготовил все ингредиенты на несуаз. И сейчас перехожу к заключительной части. Мы обжарим картофель с анчоусом, чесноком и обжарим фасоль. А Жанна? Я взбиваю белки. По сути, это французская меренга. Белки с сахаром взбиваются. Я взбиваю пену и сейчас добавляю сахаром. Вот, да. Можешь помочь? Да. Мне нужно 2 столовых ложки. Давай. Видно, не видно, взбиваю пену. Не, все, я уже добарула. Как Жанна пришла в процессе кондитора? Как? Ох, да. Для меня это тоже секрет. Я каждый раз тебе задаю вопрос, как я тут оказалась. Жанна училась на архитектору на самом деле. Да, и... Вот, но... Как я там оказалась, тоже этот вопрос. Да. Ладно, ну, просто, наверное, я очень любила сладкое. Я всегда отвечаю на этот вопрос так, потому что для меня было нормально есть шоколад, запить шоколадом. Шоколадом шоколадом. Да, и еще что-то шоколадное. То есть это про меня. Вот, поэтому, то есть, так получилось, что Рома уехал первый. А я на тот момент была уже на втором курсе, собственно, архитектурного куртета. И... Да, ну, и вот я несколько раз приезжала. Мне очень безумно понравилось. Я даже не знаю, что больше, Париж или школа. Все вместе, скорее всего, вот эта атмосфера. Ну, и просто, что меня тянуло, я тоже изучала французский. У меня, на самом деле, первая моя школа, это была с французским уклоном, поэтому мне не было сложно его изучать. И я как раз-таки с арпетитром на тот момент. Вот, у меня были уроки. Ну, и как-то так получилось, что вот я съездила несколько раз. Я приезжала каждый раз такая радостная. Поговорила с родителями. И опять же, мы были в разных странах. И чтобы поддерживать отношения, я стала думать, что бы не делать, как быть. Я думала, сначала перевестись с Арбону по своей специальности, но это не было возможно. У них в основном гуманитарное. И вот, как-то мне пришла мысль, что почему бы не пойти в Ле-Корну-Блю. Мы поговорили с родителями. И они поддержали. И, собственно, вот. Папа меня всегда во всем поддерживает, на самом деле. Они меня поддержали. Мы за два месяца сделали все документы. Я поехала сначала, подучи французский на четыре месяца там же. Вот. Ну, в общем, и с тех пор, как-то все закрутилось, завертелось. И вот мы здесь, собственно. Так, ребят, давайте заканчивать наш прямой эфир. Доготавливать салатный салат. И все. Я ставлю вас туда. Обжариваю картофель. Картофель, анчелы, чеснок и фасоль. Так, вот у нас обжаривается картофель здесь. На растительной массе. Добавлю фасоль. Фасоль. Это мой фасильный фабрик. И в конце добавляю анчелы и чеснок. Один зубчик и анчелы с другом. И обжариваю все вместе. Все. И ставим так, чтобы сделать филировку. Вот, все. Растоплен шоколад с маслом. Уже масса остыла. Я уже просто собирала смешивать здесь сбитые массы желтки с сахаром. Все это мы добавляем сюда. Ребят, здесь у нас шоколад с маслом растопленным. Здесь добавляем желтки с сахаром. И в конце мы добавим... Сбитые белки. С сахаром. Аккуратно перемешиваем шоколад с нашими желтками. Добавляем белки. То есть у нас получилась такая воздушная масса. Которую мы аккуратно смешиваем вот такими движениями круговыми. Чтобы сохранить максимально вот это количество воздуха. И наш мус получился воздушным. Я отвечу на вопрос по Курдомблю. Да, обучение в Курдомблю платное. Как кондитерское, так и поварское отделение. Обучение длится год. И в течение этого года у вас есть разные курсы. Готовите разные блюда, разные сложности. То есть там есть три курса. Базовый, средний и продвинутый. И за год это как раз вот три этапа охватываете. То есть каждый день вы готовите в аудитории совместно с шефом. То есть шеф показывает демонстрацию. И потом вы готовите уже каждый отдельно своё блюдо. Уже под присмотром шеф-повара, который направляет вас. И собственно в конце даёт оценку. Вот. Ребят, по стоимости это где-то 15-20 тысяч евро. Обучение длится год. И чтобы попасть сюда нужно предложить резюме, мыть его ценное письмо. И отправить заявку. Смотрите, ребят. Шоколадный мусс мы выложим в прозрачный такой стаканчик. Ну у нас просто особо ничего нет. Но вы можете выложить в красивую какую-нибудь форму и порционно. Вот. На самом деле всё просто. И постучите, ребят. Обязательно, да? Постучите, что да. И мы это убираем в холодильник часа на 4. Вот. И да, мы уберём в холодильник на часа 4. Сейчас быстренько покажем, тогда презентацию не соусом. И потом украсим наш мусс. Фасоль, картофель, анчоус, чеснок. И здесь у нас сеньгден. Это где-то на порции даже 4 таких салин. Ну да. Я всё смешиваю. Добавляю. Можно ли к нам попасть на стажировку? Добавляю в заправку наш ванегрет горчичный. Ты слышишь? На стажировку? Да. Ну, пока сейчас не актуально, но в конце можно. Да. Горчичный ванегрет. Всё это перемешиваем. Перемешиваем всё равно. Добавим немножко соли ещё. Всё. Всё. И перемешиваем нашу основную длинную сонду. А, самое главное, ещё тюнец. Тюнец можно положить как сверху, но я же был прям в салат добавить, чтобы он хорошо перемешался, смешался. Ну, если такой, то нет, да, это удобнее положить и размешаться. Если всё-таки свежий, как стейком, то красиво получается сверху, да, выложить? Да. Всё, перемешиваем. Хорошо. Пурцы на пять. Ладно. Курка. Ещё раз повтори, у нас соус, из чего состоит наша заправка? Сейчас кончик, давайте, выложу и расскажу. Ладно. Значит, туда входит мёд, горчица, потом зернистая горчица. Так же мы добавили туда травы. Голландские и соль, и альфа-бастер. Так. Сол в баню. Добавим. На самом деле, ребят, все рецепты Рома напишет подробно, по граммам. В аккаунте метр будет, ребят? Да, в аккаунте метр, всё по граммам, каждый этап, последовательность, как делать, всё это будет выложено с фотографии. Так что вы сможете зайти, посмотреть и сделать дома. Мицо и немножко этих трав. Трав? Трав, да. Ну вот, собственно, наш мицо у вас. Вот. Желток, это же яйцо, которое варилось 6 минут, мы добавили. Игредиенты, лук, каперсы, оливки, тунец, фасоль, картофель, анчелусы, чеснок, редис. Много ингредиентов, ребят, такое сложно несу вас, но когда много ингредиентов, он наиболее вкусный. Так, давайте вот так поставлю вас. И мы сейчас вот буквально закончим наш шоколадный мусс. Нам осталось сбить сливки, просто нарезать орешки и малину, чтобы украсить. На самом деле, любые ягоды, какие хотите, какие вы, ничего не можете взять. Это не обязательно, по желанию. Но... Сливки, чтобы хорошо сбить, всегда лучше брать 33-35%. Ну, не взбивание, наверное, просто. Вот 33%. Ну, нет, столько достаточно. Я режу орешки. У нас грецкий орех, да? Грецкий орех, да. Он даст текстуру нашему муссу, такую хрустящую. Можете взять любые орехи, пекан, кешью, потому что есть у вас дома. А мы достанем нашу заготовочку, которую мы сделали со вчерашнего вечера. Это тоже шоколадный мусс. Где он? Опа. Наш шоколадный мусс, который мы сделали вчера. Это тот же самый рецепт, просто мы сделали так, потому что муссу нужно постоять 4 часа, чтобы он застыл. Вот. И... Вот 4 часов, ребят. Так, Жанна взбивает стиски. У нас есть грецкий орех, есть малина, есть скотч, это наша подставка для прямых эфиров. Вот. Жанна взбивает стиски, и мы заканчиваем наш прямой эфир, украшаем блюдо, заканчиваем десерт. Если какие-то вопросы есть, ребят, задавайте. Я отвечу на них с удовольствием. Сливки взбивать холодными или комнатной температуры, Жанна? Холодными. О, холодными, конечно, ребят, холодными из холодильника. Да, разные бывают сливки, иногда очень плохо взбиваются, и для этого лучше, чтобы у вас миска и венчик тоже были холодными, тогда хорошо взбиваются. Да. Поэтому, чтобы лучше взбились сливки, ребят, такой есть секрет, хорошо входите в сливки и миску, которую будете взбивать, и тогда все будет намного легче. Все это можно взбить вручную, просто у меня правая рука сломанная, и она мне в последнее время очень сильно болит, поэтому я не хочу ее напрягать. Ребят, вот у нас были сливки, не взбивайте слишком сильно, до мягких пиков. У нас есть грецкий орешек, малина, мусса, сори, в таком стаканчике, это единственный стаканчик такой, какой у нас был, живем в съемной квартире. Вот, ну, собственно, я думаю, что неплохо даже так, празднично как-то, да? Ну да, с шариками. Вот, так что, сейчас малину и этот... Что? Нет, я хотела сверху, или вовнутрь? Да, немножко вовнутрь, и дай, да? Да, вовнутрь. Вот. Это домашний рецепт, ребята, супер простой. Да, просто, хочется что-то сладкого дома. Вот, шоколадного, да, шоколадный мусс вообще идеальный, идеальный вариант. Положим немножко так же орехов, взбитые сливки, ложку, хорошую ложку, па, все, все, и все, и все, и посыпем какао. Так, ребятки, ну вот, собственно, что мы сегодня готовили в прямом эфире, шоколадный мусс с малиной, грецким орехом, с этими сливками. Сверху. Да, можете, можете, нет, как любить сами, это абсолютно опцию, да? Можно, на самом деле, выложить слоями. Да. И салатный суац, классический прованский салат с консервированным тунцом. Вот, спасибо Метро за предоставленные продукты, и спасибо всем, кто был сегодня с нами и готовился на прямом эфире, задавался и вопросы, ребят, супер спасибо. Вот, мусс ником да без проблем, ребят, с грабпой, с бренди, со всеми чем угодно, вот, добавьте, когда будете на прерыве шоколад. Оставайтесь дома, готовьте, не болейте, вот, с любовью к вам, вот, Рома и Жанна, вот. Все, ребятки, целую вас, принимаю, мы пойдем есть наш несуаз и наш шоколадный мусс. Всем хорошего дня.